Герой игры, подросток Бубба, ничем особенным не выделялся, если бы не его друг по имени Стикс. Некая палочка-выручалочка. Смысл игры состоит в решении множества маленьких головоломок, ключ к решению которых во взаимодействии Буббы и Стикса. С первого раза игра кажется совершенно непроходимой, иной раз абсолютно непонятно, что делать. Вот здесь-то и придется как следует пошевелить мозгами, не все же реакцию тренировать. Черви. Под этим малоприятным названием скрывается смешная и увлекательная игра с огромным успехом, растиражированная на всех приставках и персональных компьютерах. Суть игры знакома вам всем по многим подобным играм. Используя команду из четырех червячков и стреляя по очереди, необходимо победить такую же команду соперника. Применять можно в зависимости от обстоятельств более десяти видов оружия. От базуки и узи до простого и сильного удара кулаком. Субтитры создавал DimaTorzok Флэшбэк. Вспышка памяти. Одна из самых знаменитых компьютерных игр, переведенных на все типы приставок. Главное ее достоинство это уникальное сочетание платформенной аркады и квеста. Герой игры Конрад Харт оказался единственным, кто узнал об инопланетном вторжении на Землю. После боя в космосе он очутился на странной планете, среди джунглей и самое главное, у Конрада отшибла память. Задача проста. Восстановить память и остановить злобных ксеноморфов. Задача проста. Лось и Белка из мультсериала «Приключения Рокки и Бульвинкле» широко известны в Америке. Поэтому, наверное, проблем с популярностью в одноименной игре там не будет. У нас же их никто не знает, поэтому мы игру оценим исключительно по ее качеству. А основным же достоинством игры является яркая графика и крупные фигуры персонажей, что может привлечь игроков с самого младшего возраста. А теперь переходим к Нинтендо 64. Игра «Хук» сделана по одноименному фильму Стивена Спилберга, который, в свою очередь, снят по мотивам знаменитой сказки «Питер Пен». «Питер Пен». По сюжету фильма «Питер Пен. Вечный ребенок» вырос и забыл сказочную страну «Неверленд». Но не забыл его капитан Хук, злобный пират. Хук похищает детей Питера, и тому приходится вспомнить все, что он умел. А умел Питер Пен многое – фехтовать, сражаться с пиратами и даже летать. «Питер Пен». «Питер Пен». В прошлой передаче я рассказывал о популярнейшей игре Стрит 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 Стрит. Как и любой хит, уличный боец породил массу подражателей, среди которых и Art of Fighting – искусство поединка. Создала эту игру фирма SNK, которая славится вот такими рисованными поединками. Причем игры эти очень популярны во всем мире и на всех приставках. Например, игру King of Fighters можно найти на PlayStation, а Samurai Showdown – на персональных компьютерах. Круто из крыминки вяжи действительно угленов. «Стрит Стрит 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 Стрит» Он на фоне! Трасса в Индианаполисе В Индианаполисе скучный овал, и поэтому авторы добавили еще пару вымышленных колец. По крайней мере, поначалу доступны всего три трассы, возможно, дальше будет больше. Субтитры создавал DimaTorzok Что на меня произвело впечатление, так это реализация дождя. Такого реалистичного дождя в гонках я еще никогда не видел, а это уже немало. Субтитры создавал DimaTorzok Ghost in the Shell Призрак в маске Один из самых известных японских мультсериалов. Его герои сражаются в маленьких роботах, похожих на жучков. Но внешний вид крайне обманчив. Эти жучки на самом деле мощные боевые машины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 После впечатляющей заставки начинается не менее впечатляющая игра. Главное освоить управление жучком, который может двигаться и по стенам, и по потолку. Стрелять он тоже может из любой позиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В игре масса разнообразных миссий и различных боссов, после прохождения которых вам покажут великолепные мультипликационные заставки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вдох-дох-дох-дох-дох-дох-дох-дох-дох-дох-дох-дох-дох-дох-дох-дох-дох-дох-дох. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Японии игра Ghost in the Shell признана лучшей. Отчасти она этим обязана одноименному сериалу Но я думаю и у нас игру ждет успех Интересные, красивые и качественные игры любят везде Супер Пазл Файтер 2 Это не поединок, точнее не совсем поединок Это головоломка яркая и оригинальная Игра предназначена только для игры вдвоем Необходимо складывать разноцветные кубики вместе И уничтожать их с помощью взрывных кубиков Тогда на соперника посыпятся дополнительные кубики А ваша фигурка нанесет удар сопернику Но не все так просто За раз можно разбить кучу кубиков Получается супер удар А есть еще комбо и супер комбо Игра была популярна в игровых залах по всему миру И я тоже советую вам поиграть с другом на компьютере Очень весело Сега представляет формула карты Отличную гоночную игру Да, это не Формула-1 Но довольно интересно Игра отлично воспроизводит динамику картов Движение очень реалистично Добавьте десяток извилистых трасс Хорошая игра готова Добавьте десяток извилистых трасс Михаил Шумахер и Алан Прост Знаменитые чемпионы Не раз благодарили школу картинга Помогавшую им выигрывать в Формуле-1 Почему? Формула-карт поможет ответить на этот вопрос Сегаил Шумахер и Алан Прост Сегаил Шумахер и Алан Прост Зрители Мегадрома со стажем возможно вспомнят эту игру Когда-то я ее показывал для Super Nintendo Под названием Magwarrior 2050 Версия для Мегадрайв называется BattleTech Игра это прямой родственник знаменитой серии Magwarrior Которая пользуется большой популярностью на персональных компьютерах А основана она на настольной игре положившей моду на мир гигантских боевых роботов Куда кроме игр входят книги, комиксы и мультфильмы Версия для Мегадрайв Машин-ган Файро и Клод Это Горилла и Кот Персонажи нового боевика в духе Loaded и Overkill Кот Это не я В игре очень много уровней густо населенных различными хорошо вооруженными негодяями Очистить город от этих самых негодяев и призваны наши герои Стоит отметить, что переходы между уровнями вполне логичны С улицы попадаем на станцию метро, едем в поезде и выходим в совсем другом месте С ностальгией я вспоминаю игру Zero Divide 2 Это была одна из самых первых игр, которые я увидел на Sony PlayStation И первый трехмерный боевик, в который я играл Но время бежит и вот перед нами Zero Divide 2 Кроме графики почти ничего не изменилось Снова в компьютер проникли вирусы и снова создана специальная программа для их уничтожения Да, это не роботы, как вы, вероятно, подумали Было бы забавно, если что-то подобное было бы в жизни Включаешь компьютер, а там вирус в виде робота Начинается поединок, побеждаешь, ты стираешь вирус Побеждает он, форматирует тебе жесткий диск Впрочем, это не очень забавно Victory Boxing Еще один поведенок, точнее, симулятор бокса ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правда, не совсем реальный поединок. В отличие от настоящих боксерских турниров, здесь на равных участвуют женщины. Это выглядит вполне нормально в Текине или Виртуа Файтере, но в боксерской игре как-то странно. Учитывая, что в последний раз футбольный симулятор для компьютера был показан более года назад, игра кик-офф 97 сегодня вполне уместна. В этой игре я впервые увидел редактор формы для игроков. Вы сможете создать любую команду, придумать фирменные цвета и участвовать в любом чемпионате. Естественно, для начала стоит потренироваться, благо в игре предусмотрено масса возможностей для того, чтобы спокойно освоить управление.